Льготному проценту приходит конец. Ипотеку под 6,5% по распоряжению президента России разрешили брать в марте прошлого года, а теперь программу сворачивают. Подробнее о том, какой эффект она произвела, расскажет Андрей Дреер. Он со мной в студии. Привет, Андрей. Расскажи, как же все-таки покупали и строили со льготной ипотекой в нашем регионе? Ну, получается, как поддерживали, так и строили. В 2020 году в Крае, как говорят строители, ввели в эксплуатацию почти 830 тысяч квадратных метров жилья, что на 9% больше, чем в 2019 году. Вообще, медленный рост процента строящегося жилья – это тенденция нормальная. Рынок, можно сказать, оклемался после введения системы искрощитов. А вот как покупали? Другой вопрос. За год ковид в Крае выдали больше 29 тысяч кредитов на почти 51,5 миллиард рублей. Из них по льготной ипотеке дали 10 миллиардов. Покупали неплохо. Как сформулировало в официальном ответе Министерства строительства и ЖКХ Края, льготная ипотека со ставкой 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера. Однако, в некоторых регионах рост цен на жилье перекрыл положительный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. А президент Союза риелторов Марина Ракина сказала о том же самом проще. Все были шокированы и наплывом покупателей, и ростом цен. Есть достаточно большой разрыв между ценой, которая заходила в рынок на март-апрель 2020 года к сегодняшнему. Мы видим, по некоторым позициям доходит до 70%. 40% это средняя, наверное, стоимость, по которой произошло такое повышение. На некоторую недвижимость до 70% роста? Да. Это за год? Ну, это меньше, чем за год. Невероятно. Вы слышали мою реакцию, но она была такой же, в том числе и менее цензурной даже у экспертов. Ведь с подобным они встречались разве что только в начале 2000-х. Так что в 2020 году риелторы били все рекорды, которые только можно было побить. А по недавним сообщениям Владимир Путин поручил разобраться с космическим ростом цен на жилье. Но, судя по словам экспертов, сдерживающие меры уже не сильно помогут. Цена вряд ли упадет. Цена останется на том уровне, которым есть. Потому что все-таки застройщики не только на маржу работают, на прибыль. Они работают и тратят деньги на покупку бетона, металла. А вслед за ценой на квадратный метр выросла цена на металл, на бетон, на другие строительные материалы, которые являются практически основой для строительного рынка. Плюс, по словам Марины Ракиной, система искрощитов тоже помешает застройщикам самим снизить цены. Напомню, суть закона о искрощитах в том, что дольщики отдают деньги не застройщику напрямую, а кладут на специальные счета в банк. А застройщик уже берет кредит у банка, поскольку последний отщипывает свой процент и у тех, и у других. Снижать цены вряд ли получится. Как вы догадываетесь, банки тоже выиграли. В пандемию выдали почти вдвое больше кредитов, чем в 2019 году. Да и у застройщиков смели все, что было. Именно поэтому эксперты из банковской сферы отмечают, что цены продолжат расти. За этот период времени просто те имеющиеся объекты, которые были, и квартиры их разобрали. Поэтому предложение стало гораздо меньше. И, соответственно, застройщики сейчас увеличивают стоимость этих объектов. И конечный потребитель порой разворачивается в сторону вторичных объектов, чтобы привезти там дешевле, но чуть побольше ставки. То есть эффект от сниженной ставки сошел на нет на фоне несказанного роста цен. Тут почти по закону финансовой пирамиды. Из покупателей выиграли больше всего те, кто купил недвижимость в самом начале спроса. Или те, кто сейчас. Правда, счастья от этого порой немного. Из-за пандемии на рынок потоком выплюснула квартиры, полученные по наследству. Пенсионеры и владельцы умирают от ковида. Наследники выставляют недвижимость на продажу. Кстати, есть еще надежда, что Барнаул включат в список субъектов, которым продлят льготный процент. По крайней мере, подготовлен проект обращения губернатора председателю правительства России Михаилу Мишустину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!